здравствуйте на библейском портале экзекет сегодня мы обратимся к нике пророка исаи это очень интересная интересный текст пространный имеющий начало свое еще во времена 8 века до нашей эры близкие к сирийскому нашествию и о пророке саи как о человеке об истории и обстоятельствах его служения поговорим в другой беседе а сегодня для начала прочтем отрывок из его книги из шестой главы который читается как премия то есть текст богослужебные во время вечерние службы перед праздником среди не господня как мы знаем с 3 среди не или по-русски встреча это праздник связанный с обычаем иудейским посвятить первенца богу ребенка мальчика родившегося первым приносит мать в храм чтобы посвятить богу и с этого начинается его жизнь как принадлежащего этому народу божьего божьему так вот поскольку иисус рождается как человек его воплощение которое произошло после грехопадения в рот человеческий входит бог в род смертный сам рождается как рождается человек с тем чтобы и как человек умереть его рождением его подчиняет полностью человеческому обычаю этого народу которому он родился стало быть его обрезают на восьмой день а на сороковой день его приносят храм для посвящения богу это очень выразительная сцена она изображена во многих вариантах в иконах песнопениях праздника и и вот накануне вечером когда совершается богослужение сретенская читается три отрывка из библии из них один вот такой начало больше такое пророчество исаи на чтение в год смерти царя оси видел я господа сидящего на престоле высоком и превознесенным и края рис его наполняли весь храм вокруг него стояли серафимы у каждого из них по шести крыл двумя закрывал каждую лице своя и двумя закрывал ноги свои и двумя летал и взывали они друг к другу и говорили свят 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 господь саваоф вся земля полна славы его и поколебались верхи врат от глаза восклицающих и дом наполнился курениями и сказал я горе мне погиб я ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами и глаза мы видели царя господа саваофа тогда прилетел ко мне один из серафимов и в руке у него горящий уголь который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих и сказал вот это коснулось уст твоих и беззаконие твое удалено от тебя и грех твой очищен и услышал я голос господа говорящего кого мне послать и кто пойдет для нас я сказал вот я пошли меня и сказал он пойди и скажи этому народу слухом услышите и не уразумеете очами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце народа и сего и ушами с трудом слышат и очередь свои сомкнули да не озрят очами и не услышат ушами и не уразумеет сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их и сказал я надолго ли господи он сказал да коли не опустеют города и останутся без жителей и дома без людей и такой ли земля это совсем не опустеет и удалит господь людей и великое запустение будет на этой земле это пророчество охватывает собою ну можно сказать так всю историю человечества потому что мы тут видим и такое апокалиптическое указание на конец мира на а его опустошение мы тут встречаем слова которые взяты церковью в ритургическом таинстве и видение которое пережил исайя напугавшие его он ожидал что умрет от того что как глаза его коснулись божественного присутствия это видение не умертвило в человека напротив человек очищен как очищен серафим берет уголь от жертвенника а этот уголь огненный он как бы несет на себе святость жертвенника и этим этой святостью которая свойственно жертвеннику очищен человек в литургии когда священник или диакон пригубит крови крестовые из потира потом утрет краешек сосуда он произносит именно эти слова о очищении которые удаление греха который происходит от касания угля божественной жизни человек действительно может быть приготовлены к встрече с богом для этого пережил исайя это видение как комментирует эту этот момент василий великий слышат исайя глаз господа хотя ничто не у не ударяло в телесный слух ибо в уме тех у кого он не развлечен и чист так подчеркивает василий великий в уме у которых он не развлечен и чист какой-то неизреченной силой составляется образы как будто они слышат в себе не изглашаемое слово божье хотя не воздух не передает не слух не принимает их сих образов это толкование на право к исайю святого василия великого эта картина очень близко к той какую тоже в откровении таком пророческом откровении дает бог евангелисту иоанну на потмосе после сего я взглянул и вот дверь отверстие на небе и прежний голос который я слышал как бы звук трубы говоривший со мною сказал зайди сюда и покажу тебе чему надлежит быть после сего и тотчас я был в духе и вот престол стоял на небе и на престоле был сидящий и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сады и сардису и радуга вокруг престола и видом подобное смарагну и вокруг престола двадцать четыре престола и на престолах и видел я и сидящих двадцать четыре старца которые обличены были белой одежды и имели на головах свои золотые венцы и от престола исходили молнии и громы и глаз и и семь светильников огненно горели пред престолом который суть семь духов божьих и перед престолом море стеклянное подобные кристаллу и посреди престола и вокруг престола четыре животных исполненных очей спереди и сзади и тут мы видим и тот образ вот в этом в этой картине которую открывается иоанну какой открылся когда-то пророку языке илю и это изображено в иконе центральной иконе дейсиса где на престоле господнем мы видим выседающего христа во славе вот это свидетельство пророка о грядущем зрение бога которая открывается ему именно в храме перед престолом храм наполнил присутствием бога она церковью соотносится с входом младенца которого вокруг никто не узнает как божественную личность как бога воплотившегося кроме матери которые знают это в храм вносится младенец иисус тот же человек который встретил вот там старик симеон принимая на руки говорит ныне отпускаешь раба этого владыка по глаголу твоему с миром этот старик увидел бога вошедшего в храм как увидел бога в храме исайя в страшном видении такому даже подавляющим его но исайя не потерял возможности жить своей жизнью углем от жертвенника очищена его душа лицезрение божественного явления так увидел бога но безо всяких страшных каких-то образов увидел бога в образе младенца лежащего на руках его матери увидел бога симеон но не отпускаешь раба ты его владыка обращается он к этому младенцу владыка как господу ибо видели очи мои спасение твое говорит он богу и же готова под лицем всех людей то есть всех народов и славу людей твоих израиля этими словами кого удостоверяется завершение истории ветхозаветные то что пророк за почти восемь веков пророчество в образе своем созерцал то теперь исполнилось но исполняется не картины и такого все подавляющего присутствие огненного присутствие божества в храме а появлением вот этого младенца но это он и есть ожидаемый пророками вот у пророка исаи который будем мы дальше читать более подробно и какую-то и уных и у иных пророков такое предчувствие знал предузнавание соединение человеческой жизни жизни божественной вхождение бога жизнь людей очень отчетливо и она является одним из основных содержания всего ветхого завета ведь я завет это не повторим еще раз это не просто так сказать хроника там не знаю или истории или кит по учению религиозные из жизни вот определенного народа это приготовление которым приготовление уже присутствует и видение того будущего где преодолено грехопадение где отчужденность человеческой жизни от жизни божией преодолена и вечность возвращается человеку на этом сегодня кончим до следующих встреч в неси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео